От любви до ненависти один шаг, а от хейтерского разбора к разбору вокала год Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее С вами я, Фауст, вы на канале Friday School И сегодня мы разбираем не совсем моего любимого вокалиста Потому что он из не совсем моей любимой группы Но что поделать, был запрос А сегодня у нас на нашем операционном столе Джеймс Хэтфилд Кстати, извините, пожалуйста, что ролики давно не выходили, просто были на это технические причины А прежде чем мы начнем, кстати, подписываемся на наш канал Ставим лайк этому видео, рассказываем о нем друзьям, знакомым, да и всем на свете мы рассказываем И не забываем записаться на занятия, да-да-да, первое бесплатно, кстати Итак, поехали И предлагаю вообще начать с биографии нашего САБЖа Джеймс Аллан Хэтфилд родился 3 августа 1963 года в Дауништадт, Калифорния Его семья были последователями религиозного движения христианской науки Мэри Бейкера Эдди Поэтому наш мистер Хэй-Хэй рос в довольно-таки религиозной обстановке Семью бросил отец в его 13 лет Суть, кстати, данного движения, если говорить коротко и грубо, заключалась в полном отказе от медицины в пользу чудесного исцеления Поэтому Джеймс в школе пропускал уроки, связанные с медициной, и впоследствии стал что-то вроде изгоя, и потихоньку замыкался в себе Мать Джеймса умерла от рака, когда ему было 16 лет Женщина тотально отрицала любой вид медицинского вмешательства, ну, да и бог с ней Мать мальчика была оперной певицей, поэтому музыкой занимался он уже с 9 лет, и первым его инструментом было фортепьяно Потом барабаны его брата, и только потом Джеймс взялся за гитару Данные таланты надо было куда-то девать, поэтому Хэтфилд успел собрать и распустить аж три группы до знакомства с барабанщиком из Дании Ларсом «Они не платят мне за песни» Ульрихом, с которым и была основана впоследствии Металлика Интересная биография нашего Сабжа, не правда ли? Такое чувство складывается, что это из какого-то как будто кино, то есть музыка нашего героя преследовала всю его жизнь, и он преследовал музыку Давайте заценим вокал, с которым он ворвался в металл-сцену, и который подарил самые, наверное, лучшие альбомы группе Металлика Во время записи первых альбомов и отыгрыш первых выступлений, мистер Хэтфилд без нужной подготовки страдал распространенной болезнью многих начинающих вокалменов Как перепродюсирование, или overproducing, чем заключается данная болезнь Вокалист, не зная базы, пытается выдать вокальные подачи и перенапрягает все на свете, из-за чего может впоследствии пострадать голос А до этого могут быть лажи, поскольку все внимание вокалиста чересчур нацелено на производство звука, зацените Вот мы и видим, высокий голос плюс перегруз гортани Да, малораспознаваемый ложок, но таковых могло быть и больше, если бы однажды Джеймс не обзавелся вокальным коучем, который научил нашего дядьку использовать свой потенциал правильно Но был еще один случай оверпродюсинга во время записи Saint Anger Записанные партии были настолько низкими, что Хэтфилду приходилось петь ниже его тренированного баритона, отчего мужик получил серьезную травму в связках, что, кстати, было усугублено еще и алкоголизмом Но на данный момент Джеймс бодрый играет боевики Металлики, а самое главное еще их поет, а композиции Saint Anger играются нынче несколько выше для более удобного пения И чему же Джеймс научился? Давайте разберем сейчас Так как голосовой аппарат тоже может изнашиваться, мы решили взять, наверное, самое золотое время вокалинга Хэтфилда, а именно 2007 год Давайте посмотрим на приемы на примере Enter Sandman Во-первых, стоит отметить, что бутерброд, выпускаемый из арта Хэтфилда, начинается на плотном чистом вокале, в который поверх он и замешивает экстремальные подачи Явно мы еще и слышим хороший такой белтинг Во-вторых, Хэтфилд интересно играется с расщеплением на определенных гласных, прыгая гортанью то вверх, то вниз, но при этом четко удерживая ее в нужной позиции Округлые и низкие гласные взгреваются харшевой подачей с гортанью внизу А узкие и высокие, наоборот, держатся на верхней позиции, при этом всем точно в эти места бьется расщепление На данный момент слышно, что вокал несколько изнашивается, но, тем не менее, мощь присутствует до сих пор Иначе бы Металлика не была бы Металликой, наверное А на этом у нас все Подписываемся, пожалуйста, на канал Ставим лайк этому видео Рассказываем о нем друзьям Проходим по всем Ссылку на описание Особенно Donation Alert И записываемся на первое пробное занятие в нашей школе Где наши вокальные коучи обязательно расскажут вам, как петь в стиле даже самого Хэтфилда А на этом я прощаюсь с вами Всего вам доброго До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok